Добрый день, друзья! Сегодня к нам попала в обзор стиральная машинка Mili 6065. Вот она. Mili PW6065 Plus. Электрический нагрев. Что в ней особенного? Ну, во-первых, как бы даже поскольку это не украинская сборка, не российская сборка, в ней можно поменять, сразу поставить русское меню. Вот она. По умолчанию здесь можно выбрать, видите, сразу на кнопке поставить программы, те, которые есть. Вот кнопки. И можно выбрать программу. Махра. Махра, цветное белье, тонкое, шерсть и все остальное. Что в ней особенного? Дело в том, что в отличие от предыдущих моделей, которые мы уже рассматривали, если мы сейчас выберем цветное белье, здесь по умолчанию уже идет 1400 оборотов. Во всех остальных идет 1200. На практике могу вам сказать, что если на постельном белье вы не сильно ощутите разницу 1200 или 1400 оборотов, то когда вы будете отжимать махру или мопы или полотенца, разница будет эти 200 оборотов очень ощутимая. Действительно, они будут, это будет хорошо ощущаться во влажности белья. Что здесь еще особенного? Смотрите, если мы зайдем в установки, уровень пользователя, доступ через код, меню открыто. Кстати, код по умолчанию на милевских машинках 300. Смотрите, какие здесь есть настройки. Сейчас я сделаю так, чтобы оно не отражало. Так, вот так вроде не отражает. Ну, язык. Охлаждение раствора. Что такое охлаждение раствора? Это когда перед сливом, например, 95 градусов, она добавляет воду, чтобы в канализацию сливалось 60, а не 95, чтобы не было термического ожога труб. Текущее время это понятно. Уровень пользователя, контрастность, яркость, режим ожидания. То есть то, через сколько она выключается. Память, можно ли пересохранить программу. Идите измерения, то есть могу показать. Ну, Цельсия или Фаренгейт, это понятно. Так, персональные программы. Вот они. Их можно здесь поменять. Видите? Логотип. Можно в милевский, можно в какой-то другой. Языковое меню. Интенсив на Акваплюс, честно вам сказать, я не помню. По-моему, она добавляет воду. Автоматический контроль загрузки. То есть она проверяет, сколько белья в нее загружено. Если его выключить, она по умолчанию думает, что загрузка полная. Вода предварительной стирки. Поскольку у нас сзади есть два крана. Холодный и горячий. Она всегда спрашивает, с какого крана подавать. С холодного или с горячего. Вот, с холодного. Вода основной стирки, например, здесь стоит горячая. Хотя есть еще вариант третьего подключения. Техническая вода. Это третий клапан. Вода полоскания тоже самое. Например, здесь стоит у нас холодная. Малый напор воды. Это если вода набирается очень медленно. И чтобы она не выдала ошибку, то она просто больше времени дает вместо двух, по-моему, пять минут для набора воды. Ой, да это уровень базовая, базовая программа универсальная. То есть уровень воды. Смотрите. Уровень. То есть мы можем поднять на плюс сантиметр, плюс два сантиметра, плюс три сантиметра, по-моему, плюс... Да, все заканчивается. Время стирки. Смотрите. Здесь можно, например, время... Можно добавить 10, 20 минут, 30 минут, 40 минут. Вот она будет стирать на такое время дольше. Количество программ. Здесь по умолчанию просто она может перепрошиваться под магазинное использование, то есть под промышленное. И эти дополнительные программы могут отсутствовать. Ну, вон, 4, 2, 6 программ. Можно выбрать. Мини-программа. То есть ключи... Ну, да, да, нет, нет. Вегиена, дезинфекция, сено-загрязненное блюдо, предварительная стирка. Для кухни есть, вон, вторая предварительная стирка. Это для кухни. То есть, когда кухонная часть, она два раза стирается. Жира много. Ой, долго делать все остальное. Ну, банально, защита от сминания. То есть в конце стирки она еще будет вращать барабан туда-сюда, чтобы не помялась. Видите? Вот, кстати, бесплатный. Блокировка. То есть можно ее заблокировать. То есть доступ только через пароль. Внешнее дозирование. Она подключает плату, которая у меня там есть внутри. Для дозировки моющих средств. Отсрочка старта. Ну и в принципе все. Кстати, отстрочку старта можно было, ладно, долго опускаться. Ну и, например, давайте еще вкратце пробежимся по основным программам. Видите, махровое белье. По умолчанию 1400 оборотов, 60 градусов. Все можно менять. Вот. То же самое у нас с температурой. Видите? Можно до 95 ставить градусов. Интересный момент. Смотрите. Видите, если мы выбираем программу мини, часто они истирают. И здесь по умолчанию 99 оборотов, 30 градусов. Здесь можно поставить 1400 оборотов. А вот с температурой она ограничена 40 градусами. Поскольку это мини-программа, она быстрее не успеет. Из опций, что у нас есть... Давайте сейчас, секундочку. Я на другой программе вам покажу, что у нас есть из опций. Опции. Предварительная стирка, ручное нахрахмаливание и не сливать. В зависимости от программ опции могут быть разные. Таймер – это отстрочка старта. Сохранение – это вы можете выбрать программу, на которую хотите сохранить. Назад. Ну, в общем-то, всё. Также хочу напомнить, что эта машинка у нас двухтеновая. И мощностью, смотрите, я вам покажу. 5,5 киловатта. Если здесь две фазы. Если у вас одна фаза, она будет мощностью 2,5 киловатта. Ну, 2 киловатта Тен и 500 ватт двигатель. 2,5. Даже, нет, 3, я извиняюсь. То есть, здесь Тен 2,5 киловатт, 10 ампер. Двигатель 500 ватт, 2,5, 2,5, 5 и 500 ватт двигатель. Да, вот так вот. Если у вас будут какие-то вопросы по подобным машинкам, пишите в комментариях внизу. Я вам с удовольствием ответил. А, смотрите ещё, подождите. Вот. Кто не видел обзор порошка приёмника. Вот он здесь вот идёт. Вот бак. Сейчас я включу подсветку. Вот бак сотовой структуры. Это резинкомпорт. Бак хороший. Сюда действительно вмещается 6,5 милевских килограмм. Либо, вот у нас рядом стоит хувер на 12 килограмм. Я могу вам сказать, что хоть здесь люк и больше, вот, но в миле, в миле влезает столько же белья, сколько в хувер 13 килограммовый. Машинки одинаковые, в принципе. Но в хувер влезает столько же, сколько и в миле. Поэтому, когда на миле вы бежите 6,5 килограмм загрузки, знайте это, считайте, что Samsung, LG или хувер 12 килограммовые. Это, в принципе, одно и то же. Всё. До новых встреч, друзья. Всего хорошего.